Мебель, посуду, сувениры и даже джин. Что только не делают из крымского можжевельника. И если его плоды можно собирать без разрешения, то вырубка под строгим запретом. Ведь вся ценность заключается именно в живом растении. Один гектар можжевельника вырабатывает в течение суток 30 килограмм фитонцидов, которых достаточно для очищения одного большего города. На полуострове произрастает пять видов. Обыкновенный, дальтовидный, высокий, вонючий и казацкий. Все они занесены в Красную книгу Крыма. С 2016 года в республике зафиксировано 19 случаев незаконной рубки растения. Можжевельники растут очень медленно. Как говорят лесничие, за год всего на толщину сигаретной бумаги. Вот этот прекрасный рост здесь около 40 лет, пока не пришли браконьеры и не спилили его, судя по опилкам, ножовкой. Ветки нарушителей не забирают. Их интересует только ствол. Один метр на черном рынке стоит около 20 тысяч рублей. Штраф для гражданских лиц от двух до пяти тысяч. Если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, браконьер будет нести уголовную ответственность. Как правило, эти нарушители – это бывшие или уголовники, или уже осужденные условные люди, у которых отец занимался можжевельником, дед занимался можжевельником. Теперь он взял дальность себя заниматься можжевельником. Материрую работать никогда не будут. Территория Куйбышевского лесничества – 35 тысяч 738 гектаров. Здесь незаконная рубка – редкий случай. Другое дело – земли, которые никому не принадлежат. Картина удручает. На небольшой опушке спилено практически каждое третье дерево. Сейчас там следующее лежит, дерево такое. Вот лежит тоже спилено, видите. Патрулированием лесничества занимается 9 человек. Ежедневно они выезжают на рейды и по прописанным маршрутам, пешим ходом или на машине осматривают местность. В предновогодний период объект защиты первостепенной важности – Крымская сосна. Каждый житель хочет поставить себе дома елочку, но не каждый хочет ее купить. Поэтому в настоящее время у нас работают три экипажа, которые все дневное время суток охраняют хвойные насаждения от незаконных рубок. Чтобы компенсировать ущерб от нарушителей, сотрудники Минприроды Крыма только за последние два года высадили больше трех тысяч можжевельников. Если растения приживутся и их не тронут браконьеры, они еще несколько столетий будут радовать своей красотой и очищать воздух на полуострове. Дарья Шарипова, Игорь Сюткин. Утро нового дня.